Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь взрослым, у которых дети учатся в выпускных классах, вроде бы уже и не надо. Тем не менее, много пап и мам сели сегодня за партой вместе с детьми, чтобы почувствовать, каково это – сдавать единый государственный экзамен. Понять, как дети стрессуют, как дети вообще, в каком они состоянии находятся, когда они пишут, что это ЕГЭ. Я считаю, что это очень здорово, что родители начнут больше понимать своих детей, оказывать им такую нужную поддержку в этом плане. В ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят через все процедуры, регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки. Приступаем к заполнению бланка регистрации. Записываете буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная с первой позиции. Некоторые родители, как, например, Ирина Якобсен, пришли принять участие в акции именно потому, что сегодня сдают историю. Сын, который действительно очень заинтересован историей, причем это не школьная программа, это гораздо шире он увлечен этим. Ну, так как у него прекрасные отношения с преподавателем, я просто посчитала нужным, что раз он просит кого-то поучаствовать, я согласилась. Но в основном главная цель родителей, пришедших на пробный ЕГЭ, справиться с эмоциями, которые сопровождают разные жизненные испытания, одним из которых по праву можно считать и этот экзамен. Посмотреть, к чему готовиться, как это сейчас происходит, потому что в основном получается, что нас пугает этим ЕГЭ, пугают детей, пугают родителей. И я хотелось на себе узнать, проверить, настолько ли страшен этот зверь под названием ЕГЭ. Это со стороны может показаться, что надо просто сесть и написать ответы на вопросы. Нет. В едином государственном экзамене масса нюансов, которые порой ставят родителей в тупик. Например, есть задание, где ответ запишите словом. Например, в каком веке. По привычке хочется написать цифрами. На экзамене важно написать словом, например, в 17 веке. Родителям, которые не готовятся, у него это может вызвать вот такие затруднения, наверное. На этой акции родители не только приобретают понимание, с чем столкнется их ребенок, но и получают от преподавателей ряд важных советов, связанных с подготовкой к экзамену. Желательно уже в 9 классе определиться с ОГЭ, чтобы это стало основной базой для экзамена. А потом эти экзамены они уже выбрали и продолжили в 11 классе. Это будет правильнее. Мероприятие длится недолго. Даже представители администрации округа нашли время в плотном графике, чтобы принять участие в пробном экзамене. Акция проходит не первый раз, уже проходит восьмой раз. И ежегодно предмет меняется. Мы сдавали и русский язык, и математику. Когда ребята пишут экзамен, это от 3 до 4 часов. То здесь он рассчитан, конечно, по содержанию и по количеству заданий на многое меньше. И рассчитан на 30. В Ленинском городском округе акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» помимо Видновской гимназии прошла в Бутовской школе номер один. Всего в ней приняло участие более 400 человек. Максим Козлов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Максим Козлов, Гульнар Балаева, Видное ТВ.